Москва готова обсуждать с Киевом вопросы газового и торгово-экономического сотрудничества. Об этом Дмитрий Медведев заявил на встрече с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и лидером партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктором Медведчуком. В разговоре также участвовал глава «Газпром» Алексей Миллер. Российский премьер подчеркнул, двусторонние отношения заметно деградировали, и тем не менее российские и украинские компании продолжают взаимодействовать. В этом году истекает срок действия соглашений в газовой сфере, и необходимо определиться, что делать дальше, пока мы каких-то серьезных сигналов от действующих властей на Украине на эту тему не имеем. У нас заканчивается большой транзитный контракт, и действительно мы видим, что сегодняшняя власть должной активности не проявляет, а это более 50 тысяч рабочих мест в нашей стране, более 3 миллиардов доходов в бюджет, и мы не можем позволить, чтобы контракт был остановлен, потому что это создает серьезные проблемы для нашей газотранспортной системы, да, собственно, для экономики в целом. Сегодня основное достижение еврореформаторов заключается в том, что миллионы наших граждан объединили. Тарифы в Украине за пять лет выросли в среднем на 745%. Цены на газ выросли на 1080%. Картинка, которую вы нарисовали, она, конечно, абсолютно безрадостная, но, к сожалению, она вполне точная и является прямым следствием той политики, которую проводят действующие украинские власти. Алексей Борисович, коллеги обозначили некоторые вопросы, которые входят в вашу компетенцию. «Газпром» готов к проведению переговоров по заключению нового контракта на поставку на украинский рынок напрямую российского газа. Конечно же, сегодня рано говорить о конкретной цене по такому контракту, но, зная за предельный уровень, заоблачный уровень цен для конечных потребителей, которые есть сегодня на украинском рынке, можно абсолютно точно сказать, что по новому контракту прямых поставок российского газа на украинский рынок цена для конечных потребителей на Украине будет где-то на четверть ниже нынешнего уровня цен. По словам Алексея Миллера, «Газпром» также готов продлить транзит через Украину для европейских потребителей на основе уже действующего контракта.